Часто геймерские клавиатуры делают большими и массивными, такими, что занимают чуть ли не все место на столе. На сегодня к нам попала представительница так называемых турнирных клавиатур. Их особенность небольшие размеры и отсутствие цифрового блока. Что же, давайте смотреть, что приготовили нам Блади. Блади B930 это одна из самых маленьких игровых клавиатур, которую мне доводилось видеть. При этом ее вес наоборот немного больше, чем у аналогов такого же размера. Причина кроется в корпусе, тут использованы металлические детали, которые делают клавиатуру прочной и надежной. Это один из очевидных плюсов, который дает возможность использовать ее в качестве турнирного девайса. Вы запросто можете путешествовать с ней по миру, играть многое с эмоциями и ничего не сможет повлиять на работоспособность устройства. Из-за компактности на ней почти не осталось места для декоративных элементов, но Блади все-таки сумели сохранить свой фирменный стиль. Этого достигли благодаря рубленным очертаниям корпуса, серебристой обводке по краям и оригинальному решению клавиш. У них, кстати, есть пара особенностей. Первая это вогнутый профиль клавиатуры, который кроме нестандартного вида улучшает эргономичность. Вторая нанесение на клавишах. Оно необычное, как с точки зрения шрифта, так и по расположению символов. Кириллица нанесена в один ряд с латиницей. Небольшим плюсом такого решения выступает равномерная подсветка, ну а явным минусом плохая читаемость. Символы попросту сливаются и становится сложно понять где какая клавиша. И раз уж мы заговорили о подсветке, то давайте о ней подробнее. В этой модели установлена RGB-система с возможностью настройки режимов и оттенков. Выглядит все действительно красиво. Кроме того, регулировать свечение клавиатуры можно не только с помощью фирменной утилиты, но и сочетанием кнопок. Так что если во время игры вас будут отвлекать эффекты, вы можете уменьшить яркость или вовсе отключить подсветку. Примечательные в этой клавиатуре и сами свечи. В их основе использованы оптические компоненты, которые по своему ходу напоминают механику, но работают намного быстрее. При этом кнопки лишь слегка дребезжат, то есть стабилизированы они неплохо. Кроме того, производитель обещает немалый ресурс срабатывания, около 100 миллионов нажатий. Так что играть вы сможете достаточно долго. В качестве дополнительных плюсов производитель использовал полезные технологии для защиты от сложных срабатываний и поддержки одновременного нажатия нескольких клавиш. В комплекте с клавиатурой можно найти сменный набор колпачков красного цвета. По качеству они не уступают базовым и точно так же хорошо пропускают подсветку. Так что их смело можно использовать для визуального отделения, часто используемых клавиш. Менять колпачки удобно. Во-первых, сама клавиатура выполнена в стиле скелетон. Во-вторых, в комплектации входит инструмент для их быстрой замены. На нижней панели влади B930 все обычно. Есть 4 прорезиненные ножки и 2 откидные для изменения наклона. Кабель также непримечательный, но качественный. В нейлоновой оплетке и с усиленными коннекторами с двух сторон. Ну и еще одна полезная мелочь. Защита от воды и влаги. Внутри клавиатуры стоит защищенная электроника, дополненная нано-покрытием для предотвращения коррозии. А для слива воды и жидкости есть специальное дренажное отверстие. Как и большинство игровых гаджетов, клавиатура поддерживает настройку различных параметров в фирменной утилите. В ней вы можете отрегулировать не только подсветку, но и другие важные параметры. В частности, переназначить каждую кнопку, создать комбинации, макросы и прописать профили. А в качестве дополнительной фишки вы можете делиться настройками подсветки с друзьями. Непонятно зачем, но такая функция есть. А вот собственной памяти для хранения настрой в клавиатуре нет. Для гаджета, который позиционирует как турнирный, это можно назвать ощутимым минусом. Но в игре она ведет себя действительно отлично. С ней не возникает проблем по скорости реакции. Да и ложных срабатываний ни разу не возникло. Кроме того, на этой клавиатуре приятно набирать большие объемы текста. Причем количество опечаток минимально даже в первые дни знакомства. В общем, в BD30 клавиатуре далеко не бюджетная. Она скорее относится к среднему классу. Но благодаря компактности, отличным переключателям и хорошей эргономике она полностью оправдывает свою стоимость. Как я уже говорила, в клавиатуре есть недостатки, но практически все они не критичны. Так что ставьте лайк за хороший обзор, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии.